здравия соратники с вами канал цель назор и сегодня мы поговорим о франко-прусской войне 870 года и фотографических свидетельствах этой войны точнее результатов ее потому что самого процесса как и в случае с гражданской войной сша почему-то нет но есть куча фотографий разрушенных городов в результате этой войны статуи не свойственных пуританским нравом того времени христианские молодые деревья все это есть на фотографиях что мы видим кучу пушек с которыми ты не знает чего делать потому что вот эти люди которые как будто фотографии вот они явно позируют мы видим фонарик замечательный фонарик вот этими пушками странными пушками не могли быть нанесены такие разрушения которые мы видим на этих фото фото пустых городов массово массово везде баррикады и не это не баррикады парижской коммуны остались явно потому что всех пор прошло много времени мы видим париж париж которым разрушены именно крыши в большинстве случаев почему-то крыши это была война против зданий как и случай гражданской войны сша здание явно до подобного стиля с крышами с атмосферным электричеством и разрушения которые не могут быть нанесены ничем кроме волнового оружия вот таким оружием непонятно что делали но явно не могли вот этим непонятными решетчатыми пушками разнести вот так здание строение мы видим везде крыши атмосферно то есть мы видим везде фонари и мы видим разрушение которые не свойственны оружие того времени смотрите крыши выбитые стекла срезаны дома почему-то как обгрызанные колонны везде следы разрушений которые мы могли видеть как после бомбардировки второй мировой войны мы видим молодые деревья мы видим выбитые стекла вот посмотрите чем можно вот такие нарушения разрушения нанести это явно тепловое воздействие еще раз покажу тепловое воздействие так колонны разрезкаться только в результате кратковременного нагрева с одной стороны одностороннего нагрева вот так отлететь штукатурка облицовка могла быть только взять тепловое воздействие что мы еще видим Мы видим явно послепотопные улицы, мы видим разрушения странные, разрушения сверху и разрушения ровным слоем иногда, и также выборочные, как в случае с так называемой гражданской войной США. Вот эти люди не могли ничем сделать те разрушения, которые мы видим. И мы видим тоже, как ни странно, пустые улицы и местами уже расчищенные. Мы видим новую площадку, которую приготовили к укладке. Иногда мы видим баррикады и пушки, с которыми никто не знает, что делать, потому что ни одной пушки в действии нет. Мы видим странные будки, странные такие, типа афиши с странными наконечниками, напалдашниками наверху. И там совершенно нет ни женщин, ни детей, пустые города, колонны, которые зачем-то привязывают, может быть, ну не для того, чтобы поддержать, она и сама, кажется, стоит, ее сваливают в то время. И это делали солдаты. Солдаты иногда занимались разрушениями, как вы увидите позже. Замечательное качество фотки, и вы видите, что они делают. Вы видите следы термического воздействия, пожаров. Рекомендую даже не слушать, что сейчас я скажу, и даже не смотрите это видео, я дам ссылку в описании. Сходите посмотреть сами, это того стоит. Мы видим крыши, снесенные, вот целый комплекс. Мы видим поваленную статую. Это сделали вот эти солдаты. И есть еще другие фотки этого. Вот они не знают, что делается эта пушка, они смотрят на нее, как баран на новые ворота. И думают, что делать, остальные все позируют. И мы видим готическую архитектуру, мы видим освещение атмосферным электричеством. Вы видите одинаковые фонари с одной иголкой внутри, которая явно не газовая. А вот там даже часы есть в проеме. Часы остались, здание разрушено. Каким волновым оружием это могло быть сделано, непонятно. Вот эти люди только с одной стороны. А вот эти разрушения могут быть сделаны даже не знаю чем. Потому что авиабомб еще не было в то время. Смотрите сами, как срезана, как срезана массивная ударная волна, взрывная волна. Перемолотые в мелкие камни стены. Как срезаны. Архитектура явно допотопная. Закопченность сверху. О чем это говорит? Изнутри шла вибрация, она разрушала здание. Ни одно оружие вот так вот холмик не оставит. И свежие молодые деревья. А вот это как будто, знаете, пятиэтажки, бараки. И вот так на больших площадях, перемолотые, снесенные, большим одним взрывом. Ни одно ядро такое не может сделать. Убедитесь сами, подумайте. Что вы думаете на этот счет? Напишите в комментариях. Что вот так выбьет стекла равномерно? Никаких крестов ни на одном здании нет. А если есть, то это не кресты в нашем понимании. Это скорее антенны. Посмотрите внимательнее. Можно будет увеличить. Все кликабельно на тех фотках, что я дам в ссылке в описании. Одно здание вроде нормально, а другое разрушено. Буквально рядом. То же самое мы видели в США на фондах. Замечательные фотографии, которые позволяют нам сделать вывод, что все-таки это была скорее зачистка городов довольно-таки пустых. Выжившие пытались укрыться. Вот здесь труба есть. То есть выжившие без системы атмосферного человечества уже пытались как-то согреться иногда. Но потом их зачистили. Вот это вот сооружение говорит о том, что города были разрушены чем-то большим, мощным, сверху. А затем пришла команда зачистки. И потом начала позировать. Вот частично уже освободили от разрушения дороги. И по ним уже началось движение. А дальше кучки земли, которые приготовили к вывозу для расчистки. И куча разрушенных домов. Вывозили не только от грязи и земли высохшей уже, но и обломки камней. Смотрите, крыша разрушена сверху. Она целая, но она как смята. Сколько? Вот эти будки. Их огромное количество. И брусчатка. Много брусчатки. Расчистили улицу, а все остальное валяется. То есть проход освободили. Такое ощущение, что показывали. Готовы ли дома к заселению? Крыши. Разрушенные крыши. Разрушенные сооружения. Купола в основном. Сверху. Копоть сверху. Это прекрасно видно. Будка для телепортации. Посмотрите. Целенькая. А здание рядом разрушено. Как бы в середине здания. И все перекладины разрушены. И в то же время улицы уже чистые. Уже очистены. Что за война, что за солдаты, где чистыми оставляют улицы, а разрушенные здания еще стоят. И нет никаких трупов. Нет никаких детей. Нет никаких женщин. Пустые города. Иногда баррикады. Видимо, выжившие сопротивлялись. Что вы думаете на этот счет? Кто мог убивать взрослых, забирать детей, увозить их в другие места, чтобы воспитать? Кто мог так зачищать города? Каким оружием могло быть ненесено все эти поражения и разрушения? Что вы думаете, соратники? Пишите в комментариях. Спасибо. Я жду.